Пострадавший получил травмы с давления головы, открытая тяжелая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, открытый перелом верхней челюсти, открытый перелом затылочной кости. Этот несчастный случай произошел в конце мая как раз в той организации, где регулярно проводят инструктажи по технике безопасности. Расследование показало – профилактика недостаточно. Признана 75% вины пострадавшего. То есть это личная грубо неосторожность, это несанкционированное проникновение в опасную зону. Здесь предусмотреть, если только можно было стоять рядом с человеком всю смену и говорить, что этого делать нельзя. Чтобы не допустить рецидива, появились ограждения, дополнительные предупреждающие знаки, организован внеплановый инструктаж с работниками. Организации пришлось выплатить еще административный штраф – 70 тысяч рублей. Правда, этим человеческую жизнь уже не вернешь. А вот работник на одном из лесопильных предприятий Усть-Куломского района отделался ампутацией. По словам представителя организации, травму работник получил на старом оборудовании, которое в плане техники безопасности слабо защищено. А еще неохотно признал – оценка труда не проводилась. Оценка условий труда сегодня – это один из единственных механизмов, который позволит окончательно узнать истинно рабочее место, узнать, какой вред приносит рабочее место. И, конечно, работник должен понимать, когда он работает на этом рабочем месте, обязательно должен знать, что когда проводят специальную оценку условий труда на его рабочем месте, он имеет полное право присутствовать при проведении специальной оценки условий труда. Не все приборы могут замерить, условно говоря, не все рекомендации специалиста по охране труда при проведении специальной оценки условий труда могут охватить. Таких работодателей в КОМИ пока предостаточно. Но у них есть время – полтора года, чтобы оценить рабочее место на своих предприятиях. Тот, кто этого не сделает, с 1 января 2019 года попадет под более серьезные штрафы. Минтруди отмечают, не у всех есть на это средства, но можно рассчитывать на финансовую поддержку, например, по линии фонда социального страхования – 20% от уплаченных взносов. Печально говорят эксперты, что до сих пор не все об этом знают. Елена Кононова, Василий Янин, телеканал Юрген.